Вместо штурвала телефона, вместо кабины самолета шлем виртуальной реальности. Более 60 школьников соревновались в управлении дронами на региональном этапе интеллектуальной олимпиады ПФО. Чтобы оказаться на состязаниях, ребятам пришлось попотеть и стать лучшими в своих муниципалитетах. Чтобы пройти дальше и оказаться в Перми, на окружных соревнованиях участникам предстояло преодолеть сложную трассу. Я постарался усложнить задачу, исходя из того опыта, который у меня есть, для того, чтобы команда, которая поедет в Пермь на финал, не ударила в грязь лицом. И в ПВИ летают отборочный этап в тройках, то есть каждый летает друг с другом по одному разу. Оттуда мы выбираем одного в полуфинал. И так четыре тройки. Получается у нас четыре полуфиналиста. Они потом по одной попытке делают друг с другом и выходят уже в финальную часть, где остается двое. И мы выбираем только одного. В этом году в Пермь по направлению программирования и управления беспилотными летательными аппаратами смогут поехать всего три участника. Один – FPV, это тот, кто сревнуется в скорости и умении управлять квадрокоптером. И два – программиста. Они сражаются в командном программировании беспилотника на разных языках. Меня папа послал на авиамоделирование. Я начал этим заниматься. Вскоре оказалось то, что помимо авиамоделирования, тут еще можно заниматься, можно летать на дронах. Мне папа купил дрон, я начал летать с прошлого года. Нравится? Да, довольно нравится. Уже некоторые места получил по соревнованиям. Как бы я сам захотел сюда пойти. Во-первых, я занимался, я не занимался, я начал увлекаться квадрокоптером в шести лет. У меня был маленький квадрокоптер, я просто дома на нем летал. Потом в восемь лет я пошел сюда на авиамоделирование, я строил самолеты, но еще я там не летал. Но потом у нас начались соревнования, я начал летать. Интеллектуальная олимпиада с каждым годом привлекает все больше участников. Состязания проводятся по нескольким направлениям. Это и управление летательными аппаратами, что сегодня здесь у нас будет происходить. Далее это интеллектуальная игра «Что, где, когда», решение изобретательских задач и робототехника. Для участия в региональном этапе отобрано 96 детей, которые у нас поступали на муниципальном этапе. И теперь они представляют честь муниципалитетов на региональном уровне. Окружной этап интеллектуальной олимпиады Привожского федерального округа пройдет с 12 по 14 апреля в Перми. Принять участие в соревнованиях смогут школьники с 8 по 11 класс, студенты 1 и 2 курса учреждений среднего профессионального образования и воспитанники организации дополнительного образования. Проходят мероприятия под патронатом полпредопрезидентов ПФО Игоря Комарова. Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.